Вести Ульяновск на телеканале России. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Глубое топливо придет даже в самые отдаленные села. Подключение на выгодных условиях, как проходит социальная газификация в регионе. Миллион рублей от перевозчиков за крупную взятку задержали замначальника дорожного управления. Наденьте маску и берегите себя. В регионе продлили антиковидные ограничения. Несогласным выписывают штрафы. Газ в дом проведут бесплатно. В Ульяновской области продолжают доводить сети до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. Программа реализуется в соответствии с поручениями президента России. Так называемая социальная газификация охватила почти 500 населенных пунктов региона. Тему продолжит Игорь Кранцев. Тут хоть тепло, там же надоело снег. Валерия Яковлевич и Валентина Павловна перебрались в степную репьевку из Новосибирской области. Здесь родственники, а еще более мягкий климат. Обосновались в доме, сделали ремонт, но первое время топили печь дровами. Хотя сама деревня еще полтора десятка лет назад была газифицирована. А затем решили подключиться к газоснабжению. Узнали, что программа социальной газификации действует на льготных условиях. До участка нам вернули деньги. Мы заплатили там 28 тысяч поначалу. И нам их вернули. Это еще для пенсионера, еще лучше. И чисто, и удобно. И не надо ничего, ни дробь покупать, ни угля, ничего не надо. Это же тоже как-то и дешевле. Теперь у пенсионеров Яхненко уже почти полгода как газифицированное жилье. Экономия в кошельке, комфорт на кухне. Приготовить на газовой плите гораздо быстрее, чем на электро. Во-вторых, мыть посуду я могу теперь горячей водой. А до того я просто грела воду, наливала в чашку и мыла посуду. Новоселы из цепной репьевки далеко не единственные в области, кто уже значительно позже основной газификации села решился провести глубое топливо в свой дом. Программой охвачено почти 500 населенных пунктов. По плану у нас 4,5 тысячи домов подлежит до газификации. На сегодняшнее число у нас уже около 3 тысяч заявок есть. По 2 тысячам заявок заключены договора. Около тысячи заявок до газификации, до границ участка, как это положено. Реализацию программы обсуждали и на видеоконференции с участием глав ряда регионов страны, в том числе и Ульяновской области, а также руководство газоснабжающих организаций. За темпами и качеством газификации следит и партия «Единая Россия». Условия, которые на сегодняшний день созданы единым оператором газификации, «Газпромгазификация», они достаточно жесткие, прозрачные. И это говорит о том, что та инициатива партии «Единая Россия», которая была, скажем так, закреплена в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, она точно будет реализована. Ход реализации программы социальной газификации до ее полного завершения продолжат контролировать как на региональном, так и на федеральном уровне. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вест-Ульяновск. Вымогал деньги у перевозчиков. Ульяновские при получении взятки задержали заместителя начальника управления дорожного хозяйства и транспорта. По данным следствия, за несколько месяцев Геннадий Шакиров получил миллион рублей от владельца 94-го и 38-го маршрутов. Ежемесячные взносы якобы были необходимы, чтобы не лишить перевозчика лицензии. Во время получения очередной суммы чиновника задержали, в управлении дорожного хозяйства прошли обыски. В период с апреля 2021 года заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города получил взятку от местного предпринимателя, который осуществляет маршрутную перевозку пассажиров по Ульяновску, в общей сумме 1 миллион рублей. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСБ и Следственного комитета России. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В городской администрации Геннадий Шакиров отвечал за организацию транспортного обслуживания населения, а ранее работал в региональном министерстве промышленности и транспорта. В мэрии прокомментировали происшествие. Администрация города Ульяновска резко осуждает любые формы проявления коррупции и будет оказывать всестороннее и полное содействие правоохранительным органам в проведении расследования. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Геннадий Шакиров пока находится в изоляторе временного содержания. В Меликесском районе детская игра обернулась трагедией. Семилетний ребенок оказался под снегом и задохнулся. Как сообщают следователи, он играл во дворе собственного дома вместе с братом. В какой-то момент мать заметила, как младший ребенок пытается вытащить из сугроба ее сына. Но было уже поздно. Теперь обстоятельства происшествия изучают следователи. Семья, в которой погиб семилетний мальчик, не состояла на профилактическом учете. Получила квартиру благодаря судебным приставам. Ульяновские сироты десятилетиями ждут жилья, положенного им по закону. Причем это случается даже если есть положительное решение суда. О долгожданном грядущем новоселье Юлии Зверевой в следующем материале. Юлия Зверева осматривает свою новую квартиру. Она встала в очередь на получение собственного жилья как сирота после окончания вуза в 2011 году. Прошла через долгие судебные тяжбы, отстаивая свое право. За это время вышла замуж, родила троих детей. Сейчас пока что перевезли в шкаф. Здесь, я думаю, будет у нас диван большой, раскладной, потому что, ну, чтобы всем помещать, телевизор, думаю, повесить, штору нужно будет делать. Постепенно будем обустраивать. Обязанность по предоставлению жилья по решениям судов возлагается на Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Ведомство несколько лет не исполняло решение суда. Получить долгожданные квадратные метры Юлии Зверевой, выпускницы детского дома, а теперь уже многодетной маме, помогли судебные приставы. В качестве наказания должникам за совершенное правонарушение применяются административные штрафы. Размер штрафов по статье 17.15 КОАП Российской Федерации варьируется от 30 до 50 тысяч рублей. Размер по части 1.20.25 административного штрафа равен двукратному размеру ранее неуплаченному установленный срок назначенному административному штрафу. Кроме того, помимо применяемых мер, управлением задействован уголовно-правовой механизм. Вот именно он и ускорил процесс выдачи жилья сиротам. Уголовная ответственность за неисполнение решения суда в подобных делах помогла в прошлом году получить в свои квартиры почти 50 выпускникам детских домов. Дмитрий Емельянов, Элла Шахова, Михаил Державин. Вести Ульяновск. В прокуратуре Ульяновской области подвели итоги работы за 2021 год. Доклад заслушал и заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин. В результате вмешательства прокурора устранено почти 30 тысяч нарушений закона. 7,5 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 100 уголовных дел. Не следует терять бедительность в борьбе с незаконным оборотом наркотика, в укреплении состояния законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Здесь также остается немало нерешенных проблем. Ежедневно прокуроры области проделывают колоссальную работу по укреплению законности и правопорядка. Постоянное внимание надирающего органа позволило сотням сирот получить свои по праву квадратные метры, а инвалидам лекарства. Стражи закона стоят на стороне каждого, чьи права нарушаются, и следят за сферами ЖКХ, здравоохранения, экономики и строительства. Я выражаю абсолютную уверенность в том, что территория Ульяновской области неизменно останется территорией запона и порядка. Наш регион успешно развивается, и в этом огромная заслуга вашего ведомства. Убежден, что Ульяновская область будет планомерно развиваться и дальше. В 2022 году основные задачи Ульяновской прокуратуры останутся неизменны. Защита трудовых прав граждан, надзорное сопровождение национальных проектов, восстановление прав дольщиков, охрана интересов детей, борьба с преступностью. Антиковидные меры в Ульяновской области продлили до 20 февраля. Соответствующий указ подписал глава региона, а значит, из-за его соблюдения продолжается контроль. В местах общего пользования, торговых точках и общественном транспорте. Очередной рейд состоялся в Ленинском районе Ульяновска. В нем приняли участие представители городской администрации, полиции и дружинники. Нарушителей антиковидного законодательства обнаружили с первых шагов по магазину одной из торговых сетей, расположенных в самом центре Ульяновска. Вы здесь стояли. Я менял маску, да? Раз вы надели, но вы маски. Подождите, пожалуйста, ваша запись. Вот он дышит, мы прямо. Вы можете доказать, что я не менял маску? Можете доказать? Что я не менял маску? Если вы говорите, что вы меняли маску, значит, вы куда-то старую маску выкинули. А почему у вас маска не уносу? Вы видели это? Этот человек не считает, что вы сняли это? Можете на себя протокол составить? Лучшая защита нападения. Тактика древняя, но рабочая. При этом один молодой человек утверждает, что маска просто сползла, а другой якобы менял ее в тот момент, когда подошли ревизоры. Гибкость ума у младых всегда на высоте. Эти юноши быстро ориентируются в ситуации. То, что вы делаете, это очень правильно. Потому что если выйдет ролик о том, что действительно это все ужесточается, возможно, больше людей будет обращать на это внимание. Ребята отделались устным предупреждением, а вот посетительнице следующей торговой точки от протокола уйти не удалось. Всего мониторинговые группы выявили с начала этого года около 10 тысяч нарушений масочного режима. Причем с каждым рейдом их число увеличивается, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом и усиление антиковидных ограничений. Милосердие, заботливое отношение к другому человеку – основа деятельности всех сотрудников сферы социальной защиты. Только за прошлый год они пришли на помощь почти полумиллиону жителей области. Их работу оценили на региональном уровне. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили лучшим из лучших. Параллельно обсудили задачи на 2022 год. Внутри кабины находится углекислый газ, поступает, подается и сейчас начинается процедура. 15-20 минут в сухой ванной и пациент с брахиальной астмой уже чувствует себя легче. Несколько процедур и углекислый газ улучшает кровоснабжение. За день на лечение к Людмиле Алиевой приходит до 50 человек. Медсестра за четверть века своей работы нашла подход к каждому, кто был на реабилитации в санатории имени Чучкалова. Именно у него, у заслуженного врача России она успела перенять опыт. Мы делали фиброгастроскопию. Очень человек уникальный. Как врач от Бога. У него можно было учиться, конечно, всему. Здесь и грязи лечебные, и вода полезная. Все для восстановления кишечно-желудочного тракта. Реабилитируют и после коронавируса. Настоящий курорт с лечением можно пройти абсолютно бесплатно. У нас 50% оздоравливаются за счет государственного задания. То есть это за счет областного бюджета. Льготы предоставляют инвалидам, федеральным льготникам, ветеранам, труженикам тыла, репрессированным узникам. Сегодня в социальной отрасли происходят серьезные перемены. Выстроена целая система помощи всем нуждающимся. Формируется служба семьи, развиваются центры активного долголетия. Создаются услуги по долговременному уходу на дому. Строятся и стационарные здания. Так в Барышском районе возводится социальный дом для инвалидов и престарелых. Но главное условие всех изменений – доступность помощи каждому, кому она необходима. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши земляки знали и пользовались теми мерами поддержки, которые им положены. Сформировать в Ульяновской области социальный кодекс – важная задача стоит перед системой социальной защиты. Повысить эффективность и избежать дублирования услуг, чтобы на всем протяжении жизненного цикла человека он чувствовал заботу и защиту. Марина Тимофеева, Сергей Свешников и Илья Рябов. Вести. Ульяновск. Четыре золотые и две серебряные медали – таков итог выступления сборной Ульяновской области на Кубке России по тяжелой атлетике. Этот результат позволен нашим спортсменам войти в расширенный состав сборной страны. Выступление в целом прошло хорошо, никаких сверхбольших задач перед соревнованиями не стояло. Нужно было просто выиграть и отобраться на более серьезные соревнования, именно чемпионат Европы. Миссия оказалась выполнимой для двух крупных девушек. Золото из «Орла» увезли участница Олимпийских игр в Токио Кристина Соболь и серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы Светлана Ершова. Для меня успешно прошли соревнования. Хотелось бы отметить отличную организацию на этом Кубке России. Я для себя выступила достаточно успешно, выполнила пять подходов из шести. Подготовка складывалась не очень гладко, но в итоге все получилось. В числе победителей Кубка России Альберт Шарков серебряные медали завоевали Татьяна Федичкина и Лесян Махиянова. В шаге от медали остановился тренер и действующий спортсмен Олег Лаптев. И завершит наш выпуск информации синоптиков Ульяновского гидромедцентра. Я благодарю вас за внимание. Приятного вам вечера. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА